Друзья, приветствую! Вячеслав из Воронежа прислал образцы масла AC Delco Full Synthetic 020. Так, сейчас я покажу вам. Две баночки, свежие отработки баночка. Так, описание, к сожалению, Вячеслав не вложил в посылку. Вот он прислал мне его на почту, поэтому я его так уже приведу. Так, масло из автомобиля Cadillac Escalade с двигателем 6.2 V8 L86. Это, наверное, Big Block. Знаменитые вот такие баночки. Вот, видите, подписаны. Свежая отработка. Ну и можно приступать. Первым делом, естественно, создам эталон, обновлю спектр на болванке. Посмотрим, что намерит прибор, подкорректирую при необходимости. Вот такая спектрограмма. Небольшой есть подъемчик. Ну, можно его даже пренебречь. Ну, вот смотрите, да, есть примерно 0,08 по эстерам, там в районе одного процента. Я так бы оценил. Вот данное масло. Так, параметры, лимиты. Ну и посмотрите, значит, 89 процентов по противоизносным присадкам. Да, чуть меньше там. Чуть ослабленней пакет. Все-таки 20. Значит, к сожалению, нет описания данного масла. Был сайт российский. Сейчас он закрыт, видимо, в связи с последними событиями. Так, значит, гликоль. Сажу подкорректирую. Обратите внимание на, значит, кислотное 1,59 и щелочное 7,3. Очень правдоподобные цифры. Я даже не стал их трогать, не корректировать. Мне кажется, все это очень похоже. Значит, допуск SN+, с учетом LSPI, преждевременной вспышки. Ну и все, эталон создан. Можно приступать к проверке и отработке, как я уже говорил. Котелак это. 426 лошадиных сил, 110 тысяч пробега. Пробег на масле 340 моточасов. Средняя скорость 38,8. И была доливка от 800 до литра. Ну и смотрите, значит, противоизносных присадок 63 процента. Гликолия 1,10. Ну, это может быть погрешность. Нитрование и окисление. Вот когда два одновременно параметра загораются там желтым, красным, это может свидетельствовать, как правило, о перекате. Масло перекатано. Значит, процесс сгорания неплохо, в общем-то, происходит. Ну, нормально. 0,04 пассажа. Видим, нарастает кислотное и провалилось щелочное. Ну, масло явно перекатано. На мой взгляд, эта скорость высокая. Видите, даже воды не намерил прибор. Все там, все выпарено. Вот. Ну, явно перекатано масло. Для двадцатки, я считаю, 340 это, конечно, очень крепко. С учетом того, что особо здесь не видно, там, какой-то четвертой, пятой группы. Так, значит, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Посмотрим, что с вязкостью произошло. В общем, должно быть более-менее нормально все, потому что тридцать восемь и восемь средняя скорость. Ну, да, более-менее. Тридцать один процент от максимального. Но здесь одна непонятная ситуация. То есть, у меня есть два варианта. Есть триста сорок моточасов, Вячеслав написал. И еще в одном письме написал десять тысяч километров. Но десять тысяч километров при тридцати девяти почти километрах средней скорости. Тут, как бы, разница практически 100 моточасов. То есть, это требует уточнения этот момент. Ну, смотрите, значит, я все-таки посчитал как триста сорок моточасов. Мне кажется, это правдоподобно с учетом того, что перекат. Ну и масло, в общем-то, для двадцатки, мне кажется, неплохо отработало. Двести семьдесят восемь часов в этом моторе. Больше десяти тысяч, ближе к одиннадцати километров. Значит, по нитрованию, видите, так, триста пятьдесят. Ну и с вязкостью вообще проблем нет. Значит, пробег небольшой для такого мотора. Он должен быть очень крепкий мотор. Но есть расход. Скорее всего, я вот так думаю, что анализирую, вряд ли это износ естественный. Сто десять тысяч это все. Ну, несерьезно. Скорее всего, здесь, мне кажется, клапан вентиляции картерных газов надо смотреть, потому что нитрование, ну, такой высокий уровень достаточно. Ну и понятное дело, что перекат. В остальном я не вижу каких-то претензий к мотору. В общем-то, все нормально происходит. Даже на таком пробеге шестьдесят три еще остаток по противоизносным присадкам тоже как бы нормально. Ну и сажа. Для такого пробега это, скажем так, нормальная сажа. Вот. Здесь я не знаю, только лишь трассовая. Вряд ли, наверное, смешанный. Похоже на смешанный. Все-таки тридцать восемь и восемь это очень высокая средняя скорость. Вот. Что можно сказать? Ну, надо... Такое масло надо держать в голове, что оно не такое там, как полнозольное крепкое. Это Ильсак. Опять же, JF5. И Dexus 1, 2 поколения. Поэтому надо менять его почаще и все будет хорошо. Ну, не знаю, там 250-260, я бы так сказал, наверное. Рекомендовал. Ну, в общем-то, не знаю, будет оно доступно сейчас на рынке или нет. Я повторюсь, даже страницу закрыли. Я смотрел, пытался найти на американском сайте. Там двадцатка, только 5-20 на родном сайте. Кстати, фирма ACDelco старая, известная, более 100 лет существует. Это подразделение General Motors. То есть это оригинальные, можно сказать, запчасти. Вот. Поэтому обычно я привожу в описании, даю ссылку на масло, чтобы можно было посмотреть. Поэтому в данном случае придется дать ссылку на автодок. Там есть некоторые параметры и как бы так, хотя бы что-то. Вот такой получился тест. Благодарю Вячеславу за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.